Алло, ну все, пробился я. Да, дело в том, что не поднять труп, если столько человек. Я хочу, Юр, задать вопрос, который мне уже 16 раз задали, я уже ролик записал. Как ты относишься к тому, что команда Солу Гудмана в Антарктиде убила демона? Да, я это, если честно, сам узнал. Недавно мне показали это. Я не видел это, лично не слышал. Потом ролик показали его, я посмотрел, действительно, не поверил сначала. Ну, теперь понятно, конечно, все стало с ним. Ну, как я отношусь, как отношусь? Не она, наверное, убила кто-то там, это инсайдерская информация якобы, кто-то там убил этого демона, который сидел в Антарктиде. Откуда опять эта информация, я знаю, догадываюсь, во всяком случае. Ну, наверное, кураторы его, на которых он работает, как он говорил. Да нет, просто я вам советую посмотреть не так уж далекие ролики инсайдера, именно иллюминате инсайдера, и там будет конкретно понятно, откуда он взял, что в Антарктиде находится демон. Вот и все. А, значит, мои шутки про то, что они иногда, у них не хватает информации, они у нас берут ее. Ну, в частности, у меня про яйца, что земля в яйце и так далее. Выясняется, что они панически бегают по интернету, и нет у них никакой связи с информационным полем, они пытаются в интернете что-нибудь это в роликах найти и озвучить. Мало того, вот у нас была у Макса на канале конференция, когда он приходил туда. И после этой конференции в его прямом эфире появилась новая информация, которая была опять-таки озвучена Серегой с Ясенпень, и он ее выдал за свою. Это можно легко проверить, посмотреть конференцию у Макса на канале, а потом посмотреть его прямой эфир. Все станет ясно. Так, еще такой вопрос к тебе тут задает на Камбодже. Значит, если к вам выйдут на контакт лица из покровителей Сола Гудмана или подобные и предложат вам сотрудничать, что вы им ответите? Я уже говорил, никаких покровителей у них нету, вообще никого нету, это ложь. Они работают сами от себя. Команду он нанял для того, чтобы они собирали ему информацию. Они собирают информацию, лазят по интернету, ищут что-то новенькое, ищут, заходят на канал альтернативщиков, на форумы всякие по этой тематике всевозможные, там ЛАИ, 9.1.1, и берут информацию, он ее озвучивает. И потом вот дают это как будто бы за инсайдерскую информацию, что мне вот мои покровители там передали какую-то информацию. Нет никаких покровителей, никто с ним не связывался. Это просто такой вот пиар-ход, чтобы показать, что я вот человек от сущности из девятого измерения, и что мне нужно верить, а больше никому верить не нужно. Вот и все. Тут все очень просто. Ребят, сейчас дополним буквально на одну секунду. Вот я бы никогда не подумал, что как-то со стороны, ну может быть правительства или там других органов идет наблюдение за вот такими, ну по сути так откровенно скажем, не топовыми каналами на ютубе. Вот факт недавно был. У Ясен Пень ТВ, значит, делали стрим по поводу мозга, где я пытался косвенно как-то, исходя из той кандидатской, которой я писал о работе мозга, некоторую информацию донести. Мы это делали вечером, вечером, значит, буквально не дали завершить эфир, задедосили просто, не мог не он запустить стрим со своего компьютера, не со своего железа не смог запустить. Кроме того, утром прихожу на работу, где-то уже в полдню, поступает звонок от научного руководителя, говорит, так и так, дорогой голубчик, ты же в курсе, что у тебя на 15 лет тема твоих исследований закрыта для общего. Я говорю, ну подождите, ни слова не сказал. В чем волнение? Я говорю, тем более, вот у меня все пункты, по которым те моменты, которые я не могу освещать на публике, они указаны. Говорю, пожалуйста, приведите, не переживайте, говорю, пожалуйста, приведите по какому из пунктов, что я публично огласил. Говорит, ну нет, просто мы переживаем. Вот представьте, вечером, вечером, да? А что, он смотрел этот канал на YouTube или как? Нет, я не знаю, кто там что смотрел, но сам факт того, что трансляцию не дали провести. И второе то, что мне уже, грубо говоря, поскольку там начинали, они, по-моему, 7 вечера, пытались там до 10 вечера все это дело запустить как-то. И уже в 12 дня, следующего дня, получается, масло масляное. Вот, но уже мне поступил звонок от научного руководителя. Хотя, хотя я уже, именно академическую науку, я покинул сколько лет? Да уже, наверное, 5 лет. Да, то есть, 5 лет, по сути, плотно мы не контактировали. Мне поступил этот звонок. Вот и думайте. Я, конечно, не знал об этом все. Так вот, да, там действительно 40 минут эфира буквально у вас было, и все. Потом оборвалось, и я с Серегой потом еще общались, там, в двух словах как-то. Ребят, можно к Юре вопрос? Можно, давай, да. Можно? Юр, ну вот смотри, ты сказал, что, скорее всего, вывозятся вот к каким-то сущностям, да? А можно же предположить, что правительство тоже находится как бы в заложниках, что ли. То есть, они платят таким образом дань. Может же быть такой вариант. То есть, мы платим им дань, они платят кому-то дань. И так вот эта вот пирамида строится. Я бы назвал этих людей главными рабами, главными, ну, прорабами. То есть, это как вот было, да, вот, если мы посмотрим на, опять-таки, официальную историю строительства древнего Египта, да, когда вот эти вот прорабы плетками били рабов, чтобы они таскали эти блоки. Ну, это, конечно, выдумка, но все равно принцип такой же. То есть, эти люди просто здесь поставлены для обеспечения целевого вот этого направления, чтобы люди план вот этот вот по добыче осуществляли. То есть, не меньше, не больше. То есть, вот этот план должен быть выполнен. И вот эти люди, которые находятся у нашего правительства, они просто поставлены следить, чтобы это все вывозилось, все это строилось. Поэтому все президенты поддерживают космические программы. Вот все главные страны, да, там вот возьмем Америка, Япония, Россия, Китай сейчас подключается. Да, вот они именно вот поддерживают космическую вот индустрию. Вот и все.